Военная обстановка в Сирии 25 января 2018 года В настоящий момент сирийские военные перебрасывают подкрепления на север провинции Хама и восток провинции Алеппо, готовясь предположительно к началу военной операции по зачистке подконтрольного боевикам котла в данном районе. По данным источников лояльных правительств, в данный район уже были переброшены дополнительные отряды Ливаль Куц и бригады Щит Каламуны. Освобождение котла позволит сирийской армии и ее союзникам ликвидировать угрозу ИГИЛ в данном районе, а также высвободить дополнительные ресурсы для участия в возможных будущих операциях в провинции Идлиб. Курские формирования YPG и YPJ отразили очередную атаку вооруженных сил Турции, поддерживаемой Турцией свободной сирийской армией на гору Берсайя, однако потеряли деревню Абудан. YPG публично опровергли сообщение Генерального штаба вооруженных сил Турции о том, что в ходе операции Анкары Оливковой ветвь было уничтожено по меньшей мере 260 курдских бойцов и в свою очередь заявили о том, что курдами было уничтожено 260 бойцов протурецких сил, включая десятки солдат турецкой армии. Очевидно, что озвученные обеими сторонами цифры завышены. Кроме того, YPG отвергли сообщение о том, что ими было заключено соглашение с сирийской армией, которое позволит правительственным силам войти в кантон Африн, чтобы помочь YPG отразить наступление Турции. Сообщается о том, что 24 января военный конвой вооруженных сил Турции вошел на территорию Сирии и дошел до деревни Талит-Алис, а также прилегающих к ней высот в провинции Алеппо. Формальный повод для данного шага – создание на этой территории наблюдательного поста в соответствии с соглашением о создании зоны деэскалации, заключенного в ходе астанинских переговоров. Некоторые источники распространяют слухи о том, что данные силы могут принять участие в наступлении на Африн. В тот же день в провинции Дар-Эззор поддерживаемые США СДС, сирийские демократические силы, отбили у ИГИЛ город Гараниш. Сообщается о том, что в ходе боев в данном районе ИГИЛ потерял семерых боевиков, один автомобиль и один бульдозер. Кроме того, по данным связанного с ИГИЛ новостного агентства АМАК, сообщалось о боях между СДС и ИГИЛ возле населенных пунктов Аш-Шафа и Хаджин, где было уничтожено 4 единицы бронетехники СДС. Помимо этого, коалиция во главе с США заявила о том, что 20 января в результате ее авиаударов по боевикам ИГИЛ возле населенного пункта Аш-Шафан был уничтожен от 140 до 150 игиловцев.